Так, ну вот у нас начало второй серии. Вернули нам блок, поменяли втулочки. Вот смотрите, у нас свой же цех. Поменяли втулочки, сделали 0,7, то есть и наружные и внутренние. Полностью шурбок весь отмыли, очистили, полностью готов к сборке. Коленчатый вал был, можно сказать, идеально отбалансирован, идеально ровный, то есть с ним ничего, манипуляции, кроме полировки, не делали. Балансировочные валы у нас были в прекрасном состоянии. Поршня, шатуны были все у нас справные, то есть все помыли, все почистили. Вот они как выглядят теперь после чистки и мойки. Колечки снимались, каналы все прочистились. Здесь даже кольца остаются свои родные. Болты и цепи подготовил, маслоприемник помыли, почистили. ТНВД. ТНВД проверил как на люфт, как и обещал, то есть туда-сюда. Критического нет. Также прокрутил на стенде. Много-много раз сегодня прокрутил. Все прекрасно, с него ничего не течет, не бежит. Успокоители будут все новые. Вот они у нас. То есть все будет новое, а цепи остаются старые. Получается по форсункам тоже все подготовили. Вот форсунку четвертого цилиндра разобрали, помыли, почистили, собрали заново четвертую форсунку. Дальше у нас будут комплект гидрокомпенсаторов, комплект новых болтов, прокладочка, подголовку, оригинал. Также у нас вентилятор, компрессор и кондиционер, крышка. О, кстати, сейчас вам скажу, вот прям быстренько. Крышка. Ребятки, смотрите, я думаю, что проблемой разбила крышку. Я обнаружил, что вот здесь в блоке должны стоять направляющие, вот здесь раз и два, под крышку ГРМ внутреннюю. Эти направляющие со старого шортблока не переставили просто. И крышка, скорее всего, стала криво. Поэтому крышка будет новая у нас. Турбокомпрессор также. Вот старый картридж. Картридж заменили, то есть просто все разобрали, почистили, помыли, поставили новый. Предварительно выставили. Все будет остальное настройки уже на машине, когда соберем и прогреем. Так, ну вроде бы, в принципе, все сказал. Нет, еще есть момент. Смотрите, если, допустим, евро пятый, евро шестой двигатель, там, 2.2, а D4CB лично я не знаю. Я говорю только за себя. Все евро четвертый, евро третий, коленвалы бушные я собираю на КФМовских вкладышах, на стандарте. Очень много моторов легло из-за неправильного подбора этих вкладышей. То есть кто-то там есть, я слышал, ребята даже знакомые, которые ставят, кто-то ставит только красные, кто-то только зеленые все, кто-то делает подбор по-разному. То есть, ну, у меня опыт, то есть практика показывает, что КФМ стандарт, но это только на оригинальный коленвал. То есть его ставим, масло будет 5.40 в двигателе, и все, в принципе, будет работать. Подошли к финальной стадии сборки двигателя. Двигатель евро четвертый, 2.5 турбодизель, D4CB. Работы практически закончены. Смотрите, самое главное сразу по цене. Для того, чтобы основные, то есть то, что мы хотели на ранней стадии устранить запчасти, вышли в 60 тысяч рублей. А это расходники масло-антифриз, это комплект прокладок. Комплект прокладок у нас был оригинальный. Это крышка, одна из таких довольно дорогих вещей. Масляный насос, масляный насос и вкладыши. Вкладыши, то есть коренные шатунные и полукольца. Это вот, допустим, первая сумма, если бы, допустим, так, как у нас изначально. Вторая сумма, вторая сумма 138, туда уже входят такие вещи, как распредвал. Ну, то есть распредвал, это была проблема другая. Кстати, распредвал у нас не оригинальный, его уже кто-то менял, и его снова разбило. Возможно, распредвал сменили, а рокера не заметили. Поэтому, то есть, вот эти вещи, такие как распредвал, рокера, гидрокомпенсаторы, к нашей, как бы, сейчас вообще не относятся. Но все же, то есть полностью под ключ, то есть по запчастям у нас вышло 138. Туда же вошел картридж турбокомпрессора. По роликам у нас здесь, по шкивам, все до этого делалось, все менялось, все отлично. Это с запчасти, то есть работа у нас фиксирована сейчас на капремонт 77 тысяч. Вот. Смотрите, там к тем 138 добавился еще клапан и добавилось седло. Выпускное седло выпускного клапана головки блока цилиндров. Смотрите, здесь какая была ситуация. Когда я общался здесь с клиентом, то есть пытался узнать, что произошло у нас. У нас знаем, что четвертая форсунка пропускала топливо. ТНВД я проверил, на стенде все отлично, то есть все сухо. И по четвертому цилиндру. Когда я ее стал отвращивать, она была откручена, была разбита шайбой и так далее, и так далее, но клиент заявил, что даже до того, как там все было прекрасно, все равно шел дым. И четвертый цилиндр работал неправильно. И правильно люди полезли туда, в четвертый цилиндр, стали что-то там разбирать. И вот это немножко меня смущало, и стали более подробно проверять, все исследовать. И после опрессовки, шлифовки головки обнаружили, вот здесь, на седло четвертого цилиндра, выпускное, ну, это головка другой машины, здесь уже все собрано, седло лопнуло. То есть в четвертом цилиндре не хватало компрессии, поэтому, как он говорит, она дымила у меня всегда постоянно. То есть такое ощущение, что тогда же, сто тысяч назад, как ему поставили шорблок, и с тех пор так он и ездил. Он говорит, мне как собрали, так и дымило, так и ездил. Вот, и седло пришлось заменить, то есть оно прямо было, сперва лопнуло, а потом сгорело туда, до самого низа. Седло сменили, клапан заменили, сейчас уже все, клапана все, пятерли головку, отремонтировали. То есть это тоже у нас, как бы к нашему эксперименту, это нештатная была ситуация. Вот, опять же, по работе добавилась замена седла головки. Ну, немного там, не помню точно, сколько добавилось. Ну, в целом, то есть эксперимент, то есть на ранней стадии у нас удался. То есть вложений было прям минимум, то есть насос, вкладыши, коленвал мы отполировали, все помыли, почистили. И, в принципе, все. То есть все это ведется к тому, что если вы все-таки уверены в мастере, который вам будет производить капремонт, и он вам говорит, что сегодня нужно сделать, потому что сегодня это будет стоить 100 тысяч, а завтра это будет 500, потому что практика говорит, что двигатель D4CB, и вы, каждый из вас, кто сталкивался с этим, он поймет меня, что я сейчас говорю вам правду. То есть капремонт этого двигателя начинается, если нужно коленчатый вал, нужно постель распредвалов с распредвалами, начинается от 280 и заканчивается 450. То есть все зависит, насколько все сильно разбил. Ну вот, в принципе, все, эксперимент завершен, все удачно. Пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»